Это могли бы быть мы с тобой, но ты не Путин. На этой неделе рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский очень хочет стать вторым Путиным. Он пытается опять заручиться абсолютно доминирующей поддержкой. Ему очень хочется походить на, например, на президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ. Но так не получается. И все больше и больше людей на Украине начинают задумываться. Правда, откуда у Пескова такая информация, ни сам пресс-секретарь, ни распространивший эту цитату телеграм-канал Павла Зарубина не уточняет. Видимо, снова придется поверить на слово. Но нам не привыкать. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие. С вами Юля и мы начинаем. Депутаты против смайлов. Так, на этой неделе многие СМИ окрестили новость о том, что в России собираются запретить некоторые эмодзи. И кажется, да не, это панорама. Но спешу огорчить. Это все всерьез. На этот раз особенным образом отличился представитель партии Родина Алексей Журавлев. Да-да-да-да. Тот самый, который любит рассказывать про традиционные ценности черепах. Спорный этот балаган открылся для зоофилов. Вы представляете, для зоофилов в Дании официально работает. Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать. Но в этот раз он решил поговорить о тех же ценностях, но среди смайлов. Внимательно проанализировав эмодзи, он сделал вывод, что они пропагандируют ЛГБТ. Лучше старым быть седым и слегка пердилой, чем здоровым молодым и слегка дрилой тоже. Но как с ними быть? Вытештрафовать пользователя за отправку таких веселых человечков возможности нет. Значит, подумал Журавлев, надо заблокировать их на российских смартфонах. Всего в немилость депутата попали 20 эмодзи. Среди них женщина с бородой, двое мужчин с ребенком и мужик в свадебном платье. Свою инициативу политик объясняет высокой популярностью различных мессенджеров, в том числе и среди подростков. Они общаются с символами и даже если сейчас не осознают, что они обозначают, то это вовсе не значит, что в будущем это не скажется на их ориентации. Ну а в качестве замены удаленных эмодзи Журавлев предлагает разместить патриотические смайлы, которые, по его словам, укрепят дух общества. Правда, что именно он подразумевает под патриотизмом в символах, депутат не пояснил. Но, друзья, давайте по чесноку. Ну кто из вас в своих смартфонах заметил целующихся мужиков? Наверняка, если эта тема вам близка, то вы будете видеть подобное абсолютно везде и абсолютно во всем. А вот если ваши ценности больше тяготеют к традиционным, то даже в беременном мужике вы увидите исключительно миллион долларов, обещанные Чарли Чаплином. И, может быть, даже порадуйтесь чужому счастью, пусть и нет всего сердца. Честно, я ни на что не намекаю, но Журавлеву явно не помешало бы заглянуть внутрь себя. А между тем, кара господня на этой неделе неожиданно и почему-то обрушилась на Казань. Сначала Татарстан накрыл сильнейший буран, полностью парализовавший движение большегрузного транспорта, из-за чего жители некоторых районов наблюдали в местных магазинах возвращение в СССР. А затем на улице Амирхана вдруг забили термальные источники. Потоп был настолько масштабный, что пришлось прибегнуть к временному ограничению движения на поплывшем участке дороги. В итоге без воды остались несколько домов, относящиеся к аварийной водопроводной сети. Излив на поверхность дороги, конечно же, устранили, но не дали гарантии, что он не повторится. И он, естественно, повторился. Причем спустя всего пару дней. Жители Казани во всем винят власти и стопроцентную изношенность водопроводной сети. В свою очередь глава Минземимущества заявил, что за поиском причин проблем ЖКХ далеко ходить не надо. В части из них виноваты дети-сироты. Да-да-да-да. Им выдают госквартиры, по последним данным, это 4000 единиц. Они в них благополучно селятся, проживают, но забывают оплатить коммуналку. По словам главы ведомства, долг на сегодняшний день превышает 56 миллионов рублей. А это вам и новые трубы, и корректная работа других сетей. Причем взыскать долги с большинства таких детей не представляется возможным. Они не имеют другого имущества, средств на лицевых счетах и даже банально официального трудоустройства. А что вы, собственно, хотели? Вы же сами посадили эту категорию граждан на бюджетное обеспечение. Поэтому они и не знают ценности денег. Они не социализированы в обществе и не адаптированы к нынешней ситуации. Но разве это не очевидно, что детьми нужно заниматься? Им нужно прививать общечеловеческие ценности, приучать к труду, уважительному отношению к полученному, а вообще по-хорошему обеспечивать их работой и стабильным заработком. Но для этого, как вы понимаете, снабдить их соответствующим образованием. Возможно, тогда не придется ныть и визжать о том, какие все вокруг неблагодарны. А вообще, конечно, я согласна, что дыра в 56 миллионов – это не есть хорошо. Но это результат современных управленческих решений. Недаром ведь говорят, весна покажет, кто где нагадил. Так вот, в Татарстане весна уже наступила. Правда, не календарная. А между тем, возможность конфискации квартир уже начали обсуждать на уровне правительства. Правда, пока коснется это только малоимущих семей. С такой инициативой выступил председатель комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. Он заявил, что приватизация жилья в 90-х была самой большой ошибкой той власти, потому что породила огромный класс нищих собственников. Ну и типа наступило время все расставить на свои места. Для этого отрицательный Робин Гуд предлагает провести деприватизацию. Ну то есть отобрать у собственников, не способных платить коммуналку, квартиры, перевести их в муниципальную собственность и тем самым создать сегмент арендного субсидированного жилья. Ты нищеброд типа живи, но помни, что содержит тебя государство. Вот только у меня к Широкову возник один, пожалуй, главный вопрос. А где эти самые нищеброды, у которых не было даже 5000 на коммуналку, возьмут те же 10 тысяч на аренду муниципального жилья? Ведь на безвозмездность такого проживания никто даже и не намекает. Так в чем профит? Забирать у бедных и отдавать богатым? Тогда у меня другой вопрос. А они точно правильно поняли смысл истории про Робина? Ведь изымать имущество правильнее у тех, кто ограбил страну и довел ее жителей до нищеты. А вовсе не наоборот. А еще у тех, кто в России только зарабатывает, а тратит исключительно за границей. Кстати, на этой неделе прочла новость о том, что половина побережья Ниццы вскоре может стать российской. Об этом заявил кандидат исторических наук Александр Крушельницкий. Конечно, речь идет об объектах культурного наследия эпохи Романовых. Но кто сказал, что эти объекты не разойдутся по рукам местных олигархов? Ну или патриархов. Как это было со Свято-Николаевским собором, расположенным все в той же Ницце. В 2010 году Россия вернула его в свое владение и отдала в управление московскому патриархату. Теперь руководство нашей страны собирается вернуть назад и другие объекты культурного наследия. Но к чему это я? Да к тому, что как бы там нищие в России не нищали, богатые все равно будут только богатеть. И в том числе за счет этих же нищих. Но справедливо ли это? Вот в чем вопрос. Впрочем, богатые тоже плачут. Плачут от того, что не платят. Блиновского, например, до 26 апреля отправили в СИЗО. А ибо нефиг устраивать у себя дома тусовки, находясь под следствием и на домашнем аресте. Вечеринка, конечно, была не голой, но на ней присутствовала подруга, обвиняемая, которая проходила по делу с свидетелем. И общаться с которой Блиновская запретила следствие. Ну и как позже выяснилось, которая выложила в сеть все подробности того самого новогоднего вечера в доме на Рублевке. Правда, подруга ли она после всего сделанного, надо еще подумать. Адвокат Блиновской ходатайство следствия отбить не смогла. А все потому, что реальных причин для продолжения домашнего ареста СК не увидел. Но виновата в этом сама королева марафонов. И может, пока она этого и не осознала, но программа самоуничтожения запустилась именно благодаря ее личным стараниям. А еще на этой неделе налоговая заинтересовалась доходами певца Киркорова. Оказалось, что любитель не той двери по несчастливому для себя обстоятельству забыл заплатить 8 миллионов в собственную налоговую. Из-за чего Таганский суд Москвы взыскал с него налоговую задолженность путем вынесения судебного приказа. Это, конечно, самый простой путь взыскания и самый, так сказать, легкий по части опровержения и отмены. И пока он не вступил в законную силу, у Киркорова есть возможность не согласиться с вынесенным приказом. Потом все равно, скорее всего, будет суд, но утечку 8 миллионов со счетов здесь и сейчас можно и предотвратить. Ну или в крайнем случае отсрочить. Вот такие новости посетили нашу программу на этой неделе. Если вам было интересно, переходите по ссылке в описании на наш основной канал Ермак Медиа. Там все программы загружаются в режиме онлайн и без задержек. Ну а также у нас есть другие проекты, например, Ермак Атрекшн, где моя коллега Саша на этой неделе расскажет, чем отличается мужская измена от женской. Ну а у меня на этом все, друзья, увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю, пока-пока.